приветствую тебя друзья так же как и вас всех приветствую всем привет друзья приветствую артем спасибо за приглашение это совместное видео давно не виделись да это точно есть что обсудить тебе конечно же с учетом загрузки тоже огромное спасибо и спектр что ты мог найти время поговорить по рынку я думаю что твое мнение оно всегда было интересно нашим подписчикам мы это помним еще и через комментарии через фидбэк тем видео которые уже ранее записывали поэтому было бы неплохо текущим возрождением видео формата вернуться к старой доброй тенденции в принципе обсуждать такие же горячие темы как мы это делали ранее ну хотя бы там знаешь раз в месяц собираться и давать какую-то оценку а еще раз супер тогда будем держать руку на пульсе вместе продолжим коммуницировать по этому вопросу и уже по поводу следующих фирм обсудим греб сегодня скажем так по горячим следам именно обновленного новостного фона хотелось бы претесно с тобой разобрать такие моменты вот я опять же порядке обратной связи со стороны наших клиентов не вопросы какие задают вот с учетом текущих реалий то целом может быть интересно в качестве выбора валюты которой можно и нужно находиться доллар евро конечно же когда речь заходит о каких-то геополитических рисках потрясениях альтернатива всегда идет рынок драгоценных металлов золото но золото вот в моменте как мы с тобой кулуарно еще отметили сейчас до эфира под давлением 1910 долларов за тройск рунс уже сейчас снижается и снижается кстати не первый день подряд буквально некоторое время назад у нас были исторические максимумы там 2070 долларов за тройск рунс и вот с тех пор вот уже можно сказать что рынок скорректировался на 10 процентов и я бы сейчас не стал говорить о том что это вот все дно и знаешь золото ниже не пойдет в общем золото также как актив который можно затронуть в качестве инструментов для анализа сегодня ну и чтобы также еще коснуться другого сегмента финансовых рынков нефть если ты за ней конечно же следишь волатильность на рынке нефти она сейчас сопоставима с волатильностью на рынке криптовалют там десятки процентов вообще вверх вниз и для всех спекулянтов конечно же она тоже представляет интерес поэтому давай тогда начнем с первого вопроса вот вы ему профессиональному мнению какой инструмент с учетом политик знаешь например федрезерова с учетом политики европейского центрального банка какой актив доллар или евро сейчас более выгоден плане средне долгосрочного инвестирования почему лучше сейчас содержать себе капитала как ты думаешь это очень хороший вопрос я бы его немножко разделил да потому что очень важно сразу черпить контекст что если мы говорим про доллары евро там в россии про наличные там да деньги на депозитах там это одно если мы говорим про рынок форекс а мы сейчас я так понимаю в контексте гриме именно про рынок форекс у нас по-прежнему есть ожидания честно говоря что в этом году все-таки стоит ожидать разворота по единой европейской валюте и соответственно ну как бы вопрос опять же инвестиции и форекс это ну в общем-то такие не совсем совместимые как мне кажется понятия все-таки форекс всегда был спекулятивным рынком вот но если задача инвестора это определить ту валюту которой он бы там сейчас вложил бы деньги на горизонте там трех шести может быть месяцев до конца года я бы честно говоря больше посмотрел именно на евро потому что доллар сейчас и так достаточно сильно вырос причем он сам индекс доллара вырос достаточно неплохо и по отношению к отдельным валютам он очень сильно подорожал очень сильно подорожал там к японской иене например да довольно неплохо недавно вырос и против швейтарского франка и ну против того же самого евро тоже мы видим довольно серьезное укрепление доллара и вот поэтому я думаю что там история уже вся отыграна там отыгранная история с повышением ставок ожиданием повышения справа тогда и так далее и сейчас на первый план вот опять же наблюдая по текущей динамике вижу сейчас неплохо bragoсти чувствуют там например там австралийские доллара не по кость чувствует новозеландский доллар который неплохо растут да вслед за ними начал укрепляться канадский доллар, и, как мне кажется, вот следующим как раз может стать единая европейская валюта, ну, это если так вот смотреть на уровне каких-то таких ощущений фундаментального взгляда и так далее, а если смотреть на техническую картинку, то на евро-долларе, на недельном графике уже достаточно давно формируется конвергенция, и, ну, в общем-то, история знает мало примеров, когда бы конвергенция, особенно на недельном графике, не отрабатывалась, то есть, ну, как минимум коррекцию в евро-долларе я ожидаю. Говорить, где она начнется, да, на каких уровнях евро развернется или корректируется, ну, это понимаешь, да, что попытка такая пальцем в небо, да, но глобально я думаю, что все-таки у евро есть потом салфи для укрепления в этом. Я думаю, много было негатива по евро, да, и даже текущая там, текущая вся история со специальной военной операцией на Украине, да, она гораздо сильнее бьет по европейским странам, чем по Соединенным Штатам Америки. США, как обычно, в любом конфликте они выходят бенефициарами, да, и а европейцы, в общем-то, за это все дело сейчас расплачиваются. Но чем больнее сейчас будет европейцам, чем больнее сейчас будет европейская экономика, тем быстрее будет восстанавливаться курс евро, когда пойдут какие-то позитивные новости или когда немножко ситуация стабилизируется. Ну, я так понимаю, это твой прогноз на 3-6 месяцев или более? Ну, по таймингу очень же трудно говорить, да, то есть у нас есть сигналы, которые нам говорят о том, что там ожидается коррекция, там, возможно, по доллару, возможно, там ожидается коррекция по доллару, там, по отдельным валютам, да, там, против иены мы там все еще ждем сейчас разворота. Вот, кстати, будет интересно узнать твое мнение по поводу ситуации с иеной, да, и тем, как она упала там, против множества активов сейчас. То есть мы ожидаем коррекции, но, говорит, когда это случится, я бы вот, если меня сейчас спросили, на что бы я поставил бы свои деньги, там, на 3-6 месяцев, ну, край, там, до конца года, там, на доллар или на евро, я бы сейчас поставил на евро. Ну, наверное, это хорошо, что, когда обсуждается какая-то тема, есть две абсолютно противоположные точки зрения. Я ни в коем случае сейчас не хочу сказать, что кто-то не прав, потому что наша, конечно же, задача дать более-менее объективную картину того, что происходит. Но мы, ни я, ни ты, никто не знает реально, как поведет себя рынок на самом деле. Поэтому я все-таки, как бы, смотря на перспективу европейской валюты, сейчас вижу, опять же, исходя из ситуации в Восточной Европе, вижу больше рисков, чем каких-либо позитивных факторов. И эти риски, как мне кажется, могут реализоваться в любой момент времени, в частности, стать причиной снижения европейской валюты там на несколько процентов, почему бы и нет. Я не сторонник, знаешь, того, что очень скоро мы увидим паритет по паре евро-доллар, потому что сколько лет назад его обещали, этот паритет, вот, а вот и ныне там. И периодически европейская валюта всем доказывает, что есть еще порох в пороховницах, и, соответственно, евро остается в лидерах рынка Форекс. Но сейчас, вот, очень правильно ты сказал, что есть активы на Форексе, которые смотрятся довольно-таки неплохо. Вот австралийский доллар, новозеландский доллар. Я думаю, что здесь подоплек немножко в другом. В том, что это страны, которые очень плохо зарабатывают на экспорте определенных сырьевых активов. В частности, вот австралийский доллар, уголь, железная руда, Новая Зеландия у нас, скажем, продукт питания. Еврозона в этом плане выглядит немножко особняком, потому что Европа ничего, по сути, не экспортирует из того, что могло бы сейчас отнестись к сектору сырьевых инструментов. Европа только лишь тотальный потребитель. И мне кажется, что евро может столкнуться вот в ближайшее время с самыми негативными последствиями энергетического европейского кризиса. Вот, кстати, интересно будет твое мнение. Как ты думаешь, они все-таки, может ли США оказать давление на еврозону настолько весомое, чтобы еврозона оказалась от покупок российской нефти и газа? Вот это тоже вопрос актуальный. Буквально на прошлой неделе, как мы помним, Байден же не просто так приехал на саммиты ЕС. Он как раз приехал с задачей, чтобы обсудить возможность вот этих вот мер. И пообещал, вот то, что самое интересное, увеличить поставки жирного природного газа в Европу, хотя тут же эту идею захейтили, потому что у США нет ни инфраструктуры, ни выстроенной логистики, чтобы в таких необходимых, потребных еврозоне объемах закрыть их нужды в этих энергоресурсах. Поэтому я все-таки, Глеб, знаешь, я, наверное, займу позицию тех, кто считает, что доллар с учетом текущего новостного фона имеет более хороший бэкграунд, фундаментальный, чтобы локально расти. Вот, опять же, заседание ФРС. Уверен, ты в курсе, следишь за решением по процентной ставке, конечно же, планами американского регулятора разгонять ее и дальше. Тоже всегда нарываюсь в статьях, наталкиваюсь на вот этот комментарий относительно того, что ставки должны быть приведены в соответствии с нормальными значениями. То есть нейтральный уровень, так формулирует ФРС для процентной ставки. И самое интересное, что если мы сейчас откроем книгу по экономической теории, вот эти нейтральные процентные ставки, они предполагают нахождение ключевой процентной ставки на уровне, который будет всего лишь на 1% превышать уровень инфляции в США. Инфляция в США у нас 8%, это что получается? ФРС поднимет ставку до 9%? Ну, мне кажется, это какой-то парадокс, конечно же. Поэтому всегда прям режет мне слух эта формулировка от представителей ФРС, что ставки должны быть возвращены к нейтральным нормальным показателям. Потому что инфляция сейчас на космических уровнях, вот скоро, кстати, выйдет новый отчет по инфляции в США, но я думаю, что там будет выше 7,9% уж точно. Я бы, Глеб, поставил на рост европейской валюты, если бы Европейский центральный банк, вот, например, по аналогии с ФРС, сказал бы, что они тоже видят риск инфляции и готовы бороться с этим риском, повышая процентную ставку. Ну, я не услышал ни от кого из представителей ЦБ и от Лагар точно, что они вроде как готовы отказаться от этих мер экономического симулирования действующих, чтобы попробовать тоже чуть-чуть остудить экономику и остановить беспрецедентный рост индекса CPI. То есть без роста процентных ставок евро, ну, мне кажется, на ближайшей перспективе вряд ли сможет там, знаешь, уйти в район 1,15, 1,16, 1,18 и так далее. Поэтому хорошо, что у нас две точки зрения, то есть нашим подписчикам и тем, кто будет смотреть, будет из чего выбирать, потому что аргументы, конечно же, есть и в пользу идеи того, что евро будет выигрывать, и в пользу того, что евро будет проигрывать. А вот по поводу глобального энергетического, хотя нет, знаешь, какой вопрос еще? Раз уж мы затронули доллар, согласен ли ты с тем, что доллар – это защитный актив сейчас? То есть… Ну, весьма такой уже спорный этот тезис с последними событиями. Абсолютно согласен. Ну, еще тоже надо обязательно подчеркнуть сейчас, что любые наши сегодняшние прогнозы, они могут поменяться буквально завтра, потому что мы сейчас живем в таком потоке невероятной информации, когда, ну, я вот просто как блогер, который в том числе периодически обозревает всевозможные там новости, я просто вижу, насколько эти новости протухают. Потому что мне там готовят подборку новостей вечером для записи видеоролика там на утро, вот, а утром я начинаю готовиться к записи этого видео и понимаю, что уже утром новостной фон поменялся так, что, в общем-то, все вчерашние вечерние новости, они уже просто протухли, надо, в общем-то, ну, совершенно переделывать материал, причем там половина материала выбрасывается, половина добавляется и так далее. Вот, то есть это очень важно сейчас подчеркнуть, да, потому что там все, что мы сейчас говорим там и про евро, и про доллар, да, и про ФРС, там, и про Европейский Центральный Банк, действительно, мы же, ну, не слышим от представителей ЕЦБ о том, что они планируют повышать процентные ставки. в ФРС, очевидно, процентные ставки будут повышать, ну, очевидно, там, не до 8, не до 9%, потому что ведь контрабанки же смотрят не на сиюмоментную инфляцию, они смотрят на какие-то средние показатели, да, средние показатели, ну, все-таки там, они гораздо ниже, чем 8%. Ну, 2%, да, к которому они стремятся. Ну, не 2%, может быть, там, 3%, да, 4%, там, может быть, на максимум, да, инфляция, на которую они ориентируются. Соответственно, вот до плюс-минус этих значений, наверное, ставка имеет шанс выбрать. Ну, вот, опять же, еще там два года назад, там, или год даже назад, никто не ожидал, что Федерезерв будет быстро повышать процентные ставки, ожидания были, что все будет постепенно. Сейчас все говорят, нет, что там чуть ли не на каждом заседании, может быть, даже на 0,25%, может быть, там, по половине процента. И это ведь для вообще для мировой экономики и для мировых финансовых рынков это очень тревожная история, потому что повышение ставок в США, оно ведь отражается на экономике абсолютно любой страны, так или иначе. Вот, а что касается, ну, возвращаясь к теме доллара как защитного актива, я скажу следующую вещь, что, опять же, очень важно говорить о том, о какой юрисдикции мы сейчас говорим, потому что вот, ну, я нахожусь в России пока еще, да, вот, к счастью или к сожалению, я не знаю, вот, но у нас сейчас какое-то невероятное просто укрепление рубля вот со всеми вот этими событиями, которые мы наблюдаем, после того, как рубль на Мосбирже взлетал там выше 120 рублей, да, и все те действия, которые сделал наш российский контрабанк, он сейчас откатил уже, да, отметить 90-е, там даже были попытки там прорваться ниже. Вот, и если Путину удастся реализовать эту историю с переводом газовых контрактов на рубль, я не представляю пока, как, каким образом будет осуществляться этот механизм. Ну, понятное дело, что при желании можно сделать все, что угодно. Понятное дело, что там контрабанк может там напечатать нужное количество там электронных рублей, да, для того, чтобы продать их там за валюту зарубежным там западным банкам, да, чтобы те обеспечили нужной ликвидностью там европейские страны, чтобы они могли рассчитываться в рублях. Но никто же не хочет этого, и непонятно, как механизм сейчас будет работать, но вот этот вот перелом, как мне кажется, он все-таки начинает потихонечку происходить, когда там Россия заявляет об отказе от долларов, там Китай все больше и больше намекает на перевод там расчетов в юаня, да, есть какие-то локальные истории там между странами, когда они там пытаются, по крайней мере, или говорят о переходе на взаиморасчеты в национальных валютах. Это такой довольно важный перелом, он не завтра это случится все, это все может развиваться там годами и даже, может быть, десятилетиями, но мне кажется, что мы действительно сейчас стоим на пороге, когда может произойти глобальный отказ от доллара. И вот в этих условиях говорить о долларе как о защитном активе, ну, давай скажем так, в России, если ты, конечно, сейчас имеешь на руках рубли, я говорю про Россию, да, точнее, доллары имеешь на руках, ты их успел там снять, пока их давали в банкоматах снимать, да, положил их под подушечку, и пусть они там лежат, с ними, наверное, будет спокойнее. Вот, но вкладываться сейчас в доллар, допустим, с комиссией, там, 12%, которую установил наш контрабанк, даже по текущему курсу, это, ну, не самая лучшая история. Может быть, по 80, вот прямо вот переложиться, да, как защитный актив, да, хотя, в принципе, уровни 90, я вот последний своих прогнозов говорю, что уровень 90 тоже неплохо, для этого все подходит, но надо понять, что курс сейчас достаточно искусственный, и до каких там значений его дотянут, совершенно непонятно. Это, ну, если мы говорим про Россию, то есть у нас, мы вообще стоим на пороге того, что есть довольно большое опасение, среди довольно немалого количества людей в России, что нас вообще запретят то или иное вхождение долларов. И к этому уже есть определенные предпосылки, то есть уже сейчас у нас, там, если ты хочешь забрать проценты со вклада, ты их можешь забрать только в рублях, даже по долларовым вкладам. Если ты хочешь снять валюту, то запись на месяц вперед. Если ты хочешь купить валюту, заплатить 12%, опять же, непонятно, как ты ее снимешь потом, да, и так далее. То есть тут, ну, есть, скажем так, определенные нюансики. Вот, поэтому долларозащитный актив, ну, наверное, вопрос, где ты находишься. Вот, а если мы говорим про долларозащитный актив в мире, ну, тут тоже такая же история примерно. Ну, то есть единственное, что не с какими-то локальными ограничениями связано, а связано именно с этим глобальным уходом от взаиморасчетов долларов, о котором говорят довольно немалое количество стран. И если этот переход действительно начнет происходить, то тогда доллар вполне себе может потерять функцию защитного актива. И мы же видели, как там золото, по сути, потеряло роль защитного актива, да. То есть все думали, ну, многие думали, да, что там в 20-м году был взлет золота, когда было бы ковидное ограничение и так далее, как защитный актив. Ну, этого особо не произошло. Золото, в общем-то, себя не так уж хорошо чувствовало во время ковида. Сейчас тоже, да, мы взлетели до максимумов, и тут же сейчас откатываем, и, в общем-то, вера какой-то особенной в золото нет. Роль золота заменяет биткоин, и все идет к тому не только в России, но и в мире, что, возможно, скоро мы все так или иначе будем вынуждены разбираться в криптовалюте, будем вынуждены инвестировать в криптовалютные какие-то инструменты. Именно там, возможно, сейчас рождаются самые настоящие защитные активы. Ну, вот, понимаешь, то есть нельзя, вопрос, какие цели, вопрос, где ты находишься, и вопрос, какой горизонт. Сейчас в моменте, конечно, долларозащитный актив, но что будет там через 5-10 лет, ну, нереально сказать. Сейчас действительно мы находимся, на мой взгляд, на пороге довольно больших перемен, и я склонен полагать, что этот конфликт на Украине, можно его там как угодно называть, ну, это для меня вот жизнь, она четко разделилась на до 24 февраля и после 24 февраля. И мы уже не будем прежними, да, и Россия уже не будет прежней, и мировая политическая, экономическая, финансовая система, она тоже не будет прежней. Согласен, как бы это не цинично звучало, я думаю, что весь мир уже не будет прежним, потому что, как ни крути, но процессы глобализации, и Россия, она очень была проинтегрирована в всю мировую финансовую систему. И негативные последствия, хотя бы даже через стоимость сырьевых активов, мы уже наблюдаем все в том или ином формате. Я вот нахожусь, я так просто лирическое вступление в европейской стране, и стоимость бензина, вот, кстати, поскольку ты в России, сколько стоит литр бензина в России? Помнишь? Я тебе сейчас не скажу, не назову конкретную цифру, но у нас по стоимостью бензина все весьма стабильно. То есть у нас, на удивление, бензин, который всегда в России дорожал, и он продолжает дорожать, но продолжает дорожать теми же самыми темпами, какими он дорожал год назад, два года назад и так далее. То есть такого, чтобы у нас дефицит какой-то бензина был, чтобы там влетели цены, этого не это слово совсем. То есть я примерно скажу, 95-й стоил 50 рублей за литр несколько месяцев назад, он ровно столько же и сейчас стоит. Это вот как раз информация, которая была необходима мне, чтобы сравнить с тем, сколько я плачу здесь. Понятно, что в России более-менее все стабильно. Полный бак обходится в 2,5-3 тысячи рублей. То есть я обычно полным баком меряю. Вот я заправляюсь сейчас, если перевести на текущий курс, я заправляюсь, покупая литр сотового бензина по 220 рублей. Вот так вот. Надо побольше ходить. Тем более весна. И это как раз сравнение с тем, что происходит с ценами на нефть повсеместно в мире. Ну, если как бы абстрагироваться от России, а затронут те страны, которые провязаны не на производстве углеводородов и не на их экспорте, а на импорте. То есть это как раз вся Европа. И почему я сказал, что события в Восточной Европе вроде бы как местечковое место, скажем так, как говорят. А с другой стороны, влияние на всю мировую экономику, потому что с каждым днем из-за роста инфляции мы видим, как дорожает уровень жизни всех и везде. И от этого никуда, конечно же, не деться. По поводу... У нас, ты знаешь, я прощу, что тебя перебиваю, у нас вот в России, вот так вот если посмотреть, у нас, когда случилось 24 февраля, в моменте цены на многие товары взлетели прям там чуть ли не в два раза. Ну, там какие-то локальные истории, условно говоря, подорожало. Я вот собаке корм покупаю, и когда мы в конце февраля, в начале марта покупали собаке корм, мы его купили в два раза дороже, чем он стоил до 24 февраля. Там подорожал сахар, потому что непонятно почему, как это. Это аномалия. В 2020 году все скупали туалетную бумагу, в этом году почему-то все решили начать скупать сахар. Сахар 100 рублей у нас сейчас стоит. Вот. Ну, это действительно достаточно дорого, при том, что он стоил, насколько я помню, рублей 50, может быть, на что-то в таком духе. То есть какие-то локальные истории. Но если посмотреть в целом на корзину товаров, то это подорожание, которое мы сейчас наблюдаем в российских магазинах, оно такое а-ля, может быть, там, ну, 10 процентов. Вот за последнее прям время, да. То есть оно есть, но оно не... Ну, за неделю тебе месяц было. Ну, за месяц. За месяц скорее. Вот. Что касается бензина, ну, я сказал, что, в общем-то, все довольно-таки стабильно. Единственное, что мы, ну, понимаем сейчас, что, живя в России, как бы, да, и... Ну, в долгосрочной перспективе мы все стали, ну, сильно беднее. Да, особенно те, беднее стали, у кого там были какие-то там накопления, сбережения, кто там вкладывал деньги в акции, да, у кого были какие-то, может быть, там, недвижимость какая-то была. Мы стали все довольно резко беднее. Вот. Пересчете, по крайней мере, на доллары точно. Но, опять же, сейчас текущая динамика курса доллара к рублю, она, в общем-то, ну, немножко нивелирует всю эту историю. И мне это очень интересно, где Центробанк остановится, зачем вот такой курс. В общем-то, Россия как раз-таки же наоборот с взлетом курса доллара и при текущих ценах на ту же самую нефть, она в итоге оказывается главным бенефицаром вот этой всей истории, да, то есть российские нефтяные компании, российский бюджет сейчас получают просто колоссальные доходы от продажи нефти и газа при таком курсе доллара и при таких ценах на энергоресурсы. Да, это точно. Ну, посмотрим еще. Рано говорить о стабилизации курса. Это уж точно. Потому что очень много факторов, которые относятся к такой активной новостной среде и все может очень быстро измениться, в том числе, ну, я бы даже сказал, с большой долей вероятностью в худшую сторону для рубля. потому что настояния такие в мире, что не знаю, например, как переживет российский рынок и российская валюта после того, как дадут зеленый свет продажу на российском фондовом рынке. Что произойдет? Опять же, института и второе, без продаж. Российский рынок, как валютный, так и фондовый, это сейчас абсолютно искусственная площадка, на которой, в общем-то, мне кажется, одни только физики там что-то гоняют влево-вправо. Но ведь Центробанк своей рукой просто говорит, так, нет, я хочу, чтобы курс был такой. Я хочу, чтобы эти акции там выросли. Ну, это выглядит сейчас примерно таким вот образом. Согласен, Глеб. И очень хочется, конечно же, ясности, но я думаю, что ясность мы с вами увидим не скоро. Глеб, ну вот еще так вопрос вскользь, потому что золото-то уже затрагивал. Сейчас вот, пока мы с тобой общаемся, вот минут 20 уже, золото продолжает валиться и 1909 долларов за мультфильскую унцию сейчас, 1900, можно сказать, уже. То есть, коррекция с максимумом, которые были после инцидента как раз в Восточной Европе уже около 10%. И ты все-таки сторонник того, что золото давно уже не защитный актив, да. А может, вот, мне тоже часто задают вопрос именно, почему золото снижается. Ладно, с одной стороны, если золото не верит как в защитный актив, почему золото не растет, когда все кругом говорят только об одном, об инфляции и по стакфляции. Почему она должна этом не выигрывать? У тебя есть какая-нибудь интересия? Это очень-очень интересный вопрос, на который у меня лично ответа нет, потому что, ну, во-первых, золото как защитный актив заменил биткоин, опять же, это первое, то есть, произошел уже такой надлом финансовой системы, это первое. Второй момент, ну, вот, давай скажем так, вот я всегда смотрю на людей, у нас тоже есть некоторый ажиотаж, там, да, наблюдался в последнее время среди россиян, которые покупали золото зачем-то там, пытались купить его в слитках, там, говорят про какие-то очереди, про какие-то там записи, несколько недель, там, и так далее. Я вот для себя, например, вообще не вижу большого смысла покупать золото, есть гораздо большее количество, ну, есть другие просто инструменты, в которых, ну, можно уберечь какие-то свои деньги, потому что, ну, золото, его надо где-то хранить, да, что это золото, в каком это виде, это слиток, его надо где-то хранить, это какие-то золотые монеты, там, коллекционные, там, и так далее, надо разбираться, там, в их коллекционной стоимости, да, это как вино, да, ты можешь инвестировать деньги в вино, но ты должен в нем что-то понимать. Ты можешь инвестировать деньги в искусство, но ты должен что-то здесь понимать. Инвестировать золото в формате купить фьючерсы, допустим, но это история спекулятивная, чистая. У меня всегда возникал вопрос, а с какой целью, с какой задачей вообще покупать золото? Ну, по крайней мере, обычному человеку. Безусловно, может быть, тем, кто владеет какими-то действительно большими состояниями, есть смысл покупать золото, покупать его в слитках, где-то его хранить. Это действительно, наверное, сейчас более надежно, чем хранить деньги в фиате, в рублях, или в долларах, или в евро. Непонятно, дадут вывезти, не дадут вывезти. Опять же, если мы говорим про Россию, непонятно, что с этим будет. Но для 90% обычных людей, мне кажется, вообще золото, это совершенно непонятный инструмент, зачем его нужно покупать. А что касается, опять же, возвращаясь к истории, почему он перестает быть защитным активом, мне кажется, просто меняется меняется настроение, меняется финансовое устройство мира. Опять же, идет переход глобальный на крипту, глобальный переход в какие-то такие инструменты, которые очень происходят так незаметно, но шаг за шагом мы видим, как сейчас финансовый мир меняется. И, возможно, поэтому золото, в общем-то, не реагирует на какие-то мировые катаклизмы. Хотя, опять же, ну как не реагирует? Если посмотреть все-таки на динамику с начала 2020 года, все-таки в 2020 году золото торговалось по полторы тысячи, сейчас ближе к двум тысячам. То есть все-таки 30% роста за два года мы, в общем-то, увидели. Но если, конечно, сравнить это с инфляцией на другие сырьевые товары, на динамику нефти, то же самое, может быть, посмотреть, или на инфляцию в каких-то других металлах, чтобы поближе к золоту было, там, конечно, все гораздо более драматично. Действительно, вот правильно ты провел параллель, то, что золото, даже вот несмотря на текущую нисходящую динамику, когда были прецеденты, вот случались они, вот эти новостные, ковид, тогда, собственно, золото у нас оказалось на новых исторических максимумах. И вот, когда началась ситуация в Восточной Европе, отношения к России и Украине, золото ведь тоже оказалось на новых максимумах. То есть, как бы, первая реакция, оно все-таки пользуется спросом, потом идет перепозиционирование, смена рыночных настроений, тенденции и так далее. Но я вот считаю, опять же, что золото сейчас не стоит очень сильно недооценивать, особенно вот после такой коррекции, как сейчас вот она прошла, ну, действительно, 10%, ну, да, 170 долларов, если говорить о том, что сейчас котировки 1900 долларов за тройскую полностью. Я сегодня видел очень интересный обзор от Citi. Они очень актуальны сейчас темы, потому что на этих уровнях находимся, на которых они рекомендовали к золоту присмотреться. То есть, их рекомендация на оставшиеся через первое полугодие залазить в сделку в диапазоне 1880-1900. И типа, снова будет перехай. Ты знаешь, я в это на самом деле верю. Потому что мне кажется, что если бы не было такой инфляционной нагрузки сейчас в мире, вот как она происходит в моменте, то, возможно, золота действительно не было бы у нас. Но когда станет всем ясно, что вот эти действия центральных банков по росту процентной ставки, они ни к чему не приводят, и когда все начнут понимать, что на самом деле с инфляцией мы, как мировая экономика, еще не разобрались с последствиями ковида, когда сорваны цепочки поставок, логистика. Вспомните, друзья, ну, опять же, пример с автомобилями, которые после ковида, буквально, я думаю, до начала событий в Восточной Европе автомобили, их вообще невозможно было купить в нормальной комплектации. Ни доводчиков, ничего. Потому что все это как раз было следствием того, что нет необходимых компонентов для производства. И на фоне дефицитного предложения мы видели, как росли цены. То есть у того, что сейчас происходит с инфляцией в плане роста, не только одна причина, это не только высокая нефть и дорогая нефть, и сырьевые активы. Есть еще вот эти проблемы с логистикой, есть еще бешеный спрос, есть еще сорванные цепочки поставок и вот эти ковидные последствия. Поэтому я считаю, что кому интересно золото на долгосрок, опять же, ориентируемся на прогноз Сити до конца первого полугодия. Вот текущие уровни это очень комфортное значение, чтобы открывать длинные позиции с целями 1950-2000. Это как раз, ну, у Сити, по-моему, цель 2000 долларов. Но это все равно 100 долларов с текущих уровней. Это просто, это круто. Опять же, если говорить про рынок Форекс, эту сделку можно провести еще и с плечом, и тогда прибыль вырастет многократно. Поэтому в качестве резюме, Глеб, нашей сегодняшней с тобой беседы, у нас немного разнятся представления о краткосрочных перспективах евро и доллара. Это же интересно, на самом деле. Да, но в целом я с тобой согласен, что сейчас в мировой экономике начался тренд на дедоларизацию. И как это странно не звучит, но поводом для этого послужили собственно действия самих США, которые заморозили российские капиталы, скажем так, ЗВР и средства, которые были, средства Центральной Банки, и создали прецедент тем самым, в результате которого теперь другие страны смотрят на происходящее и думают, а что если мы окажемся в такой же ситуации? Так может быть, чтобы не окажется в такой ситуации, уже начать подумать, как бы аккумулировать в стране немножко другой, альтернативной валюты, не долларовой. И, кстати, о дедоларизации говорили еще много лет назад, о том, что это уже началось, это неизбежный процесс, но вот так, как сейчас это происходит, мне кажется, такого прецедента еще не было. Поэтому действительно через какое-то время, через несколько лет, я даже не знаю, доживем ли мы до того момента, когда все скажут, нет, доллару, и доллар вообще перестанет существовать как таковой, как гегемонт этой всемировой финансовой системы. Но мне кажется, что это действительно произойдет. Но поскольку у нас все-таки краткосрочный потенциал. Я не знаю, когда выйдет наше видео с тобой, но я думаю, что в конце марта мы уже, первые наметки должны появиться. В общем-то, Путин поставил профильным там ведомством, газовым компаниям, да, и так далее, дедлайн до конца марта решить вопрос, вот этот процедурный, да, по переводу контрактов на рубли. Если России удастся это сделать, действительно, я, ну вот, я не понимаю, как они это сделают. При вот том, как сопротивляется, опять же, Европейский Союз напротив покупки газа за рубли. Но если Путину удастся эту историю провернуть, то это будет вот такой очень мощный шаг с другой стороны. Круто, да, будет интересно понаблюдать. Действительно, Лев, соглашусь с тобой, что сейчас, ну, у нас только будет променять новостной фон, то такого рода контент нужно записывать по несколько раз в день, потому что, особенно с учетом текущей ситуации в Восточной Европе, насколько я знаю, в чем переговоры, да, очередные. И, возможно, к концу сегодняшнего дня, если немножко побудем оптимистами, дипломатического регулирования кризиса и все, опять же, задним ходом. И наставливаем. Да, ритм в космос, доллар никому не нужен, потому что зачем нужна защитная валюта, когда можно рисковать и так далее. Но параллельно нужно оставаться еще и реалистами и понимать, что так просто, ну, опять же, так, как раньше уже никогда не было в любом случае, и в случае даже нахождения общего языка, не нужно наивно полагать, что санкции будут сняты. Между прочим, с некоторых стран, например, отдельные представители Ближнего Востока, страны до сих пор не сняты, хотя ситуация там не то чтобы похожая, но в каких-то форматах именно санкционного такого железного занавеса, идентичная тому, что сейчас происходит в российской экономике. Хлеб, спасибо тебе за твою точку зрения, за твои идеи, за то, что в принципе нашло время. Ловлю тебя на слове, что почаще бы проводить такие встречи, буду тебя периодически пушить, чтобы попробовать тебя снова отловить и записать какой-нибудь обновленный контент. тогда тебе, как и всем трейдерам, инвесторам, исключительно успешного трейдинга, инвестирования, спокойного, чистого, глубого неба нам всем главой и чтобы все было хорошо, зелено и по тренду. Спасибо тебе, Глеб. Спасибо за приглашение, спасибо всем, кто нас сегодня смотрел, кто слушал, ну и действительно надеюсь, что мы скоро снова увидимся. Супер, на этой ноте тогда. Пока.